Уголовные дела Это для вас особый случай Ну что, за успех нашей компании? Леня Буду с тобой откровенен То, что ты задумал Сделать, ох, как непросто И что же ты мне предлагаешь, Семен Варкач? Я тебе, Леня, советую Хорошенько подумать Ты меня знаешь Я уступать не привык И не буду Так что последнее слово За мной Сволочь Убью На куски порежу Скотина Скотина Дядь, закурить не будет? Простите, я не курю Я его дома ждала Если б я знала, что он здесь лежал Мам, ну все, не надо, перестану Здравствуйте Приветствую, Павлович Ну что тут у нас? На живое? Как видишь По размеру клинка Определюсь уже после скрытия Ну а лежит он здесь еще с вечера А поточнее? Поточнее часика с 10-11 А вы чем порадуете? Ой, знаешь Сегодня, Паша, точно не мой день Орудия убийства нигде нет В общем, не густо Разве что След возлетел Сорок четвертого размера Угу Он к Иночке ездил Да, папа вчера был у меня И во сколько он ушел от вас? Где-то в половине десятого Росты Так точно А ты знаешь Что за фрукт был убитый? А Жилинский Директор ресторана Охотник Ух ты Какая птица Ладно, работайте Это все, что вы знаете? Да, это все Здравствуйте Следователь прокуратуры Чугай Павел Примите мои соболезнования Спасибо Коль Личные вещи проверили? Что-то пропало? Да, пропали часы и бумажник Да не важно это Это месть, вы понимаете? Они убили Они, Ленечки Отомстили Успокойтесь, пожалуйста Ну вот Вернулся, а? Сто лет тебя Не было Чего тебе там Не сиделось? Алла Матвеевна Я надеюсь Вы не сами с собой? Нет У меня тут все в порядке Я с пауком разговариваю А Раньше он жил в том крыле А сейчас вот опять сюда перебрался Уверены, что это тот самый? А как его узнать? Ну, букашкой-букашкой Ой, не скажите Вот он сидит Слушает нас Плетет свою паутину Ой, Боже ты мой Господи, Боже А мне за ним потом убирать Ну, что там у вас? Да, вот Дело об убийстве Директора ресторана Охотник Леонида Петровича Жилинского Вечером 15 декабря 1976 года Он возвращался Домой от дочери Убит в нескольких шагах От своего подъезда По мнению жены Причиной убийства Стала месть За два месяца до этого Жилинский Помог Поймать преступников Которые нападали На жителей его микрорайона Да, да, я вижу Отбирали Украшения Снимали шапки Забирали деньги Да, а третий их подельник Клещенко Михаил Эдуардович Сбежал Прозвище у него было Клещ Так что судили только двоих Позавчера? Леня встретил Одного из этих трех Которого не посадили Ты машину завтра Во сколько забираешь? Ну, прямо с утра Да я сразу за тобой заеду Не переживай Ну, хорошо Леонид Добрый вечер Леня Что случилось? Ты его знаешь? Так это Так это этот подельник был Который сбежал Ну, говорила я тебе Зачем ты в это ввязываешься? Значит, вы на подельника думаете? Я уверена Это они Убили его Ладно Забирайте дочь Идите домой Не мерзните Гражданочка Идите домой Мы найдем Убийцу Вашего мужа Пошли Паш Вот результаты экспертизы В двух словах скажу Клинок вошел глубоко И полностью перерезал брюшную аорту Длина клинка От 180 миллиметров Ширина 42 Павел Иванович Клеща нашли Ну, вы даете Оперативно О, как сработали Где обнаружили? В пивнухе Стал всех угощать Добрый Там мы его тепленьким И забрали Понятно А часы и бумажник При нем обнаружили? Нет, только бумажник Давай, заводи его Веду Ну, думаю Вы здесь без меня разберетесь Да Ну что, гражданин Клещенко Я вас внимательно слушаю Ну, что Сидел Так сказать Культурно отдыхал Тут эти вломились Людей попугали Руки мне скрутили Слушай, давай ты не будешь Ломать комедию А подробно расскажешь Откуда у тебя бумажник убитого? А, нет вопроса, начальник Мне от милиции Нечего скрывать Да? Вышел за самогоном Да ядрить твою Ты долго будешь Пургу гнать? С Москалевки Напал в поле В десять вечера За самогоном Так у меня баба Наисенина живет Я несколько дней У нее кантуюсь Я что, виноват Что Жилинский В соседнем подъезде живет? Очень интересно Продолжай дальше Иду Вижу Мужик какой-то валяется А второй Из него нож вынимает Ну, как тот ушел Смотрю Жилинский Ну что? Да прям Активист И лопатник выглядывал Не сдержался Неубедительный, Клещев Очень неубедительный Сейчас результаты Дактилоскопии придут Ты у меня по двум делам Загремишь Ищи доказательства, начальник Только я его не убивал Не по этим я делам Коль Забирай его в камеру Давай, пошевеливайся Дежурный Забирай, КПЗ Да, слушаю Чугай Ага Понял Спасибо за информацию Да, до свидания Что там? Звонила дочь убитого Нашли часы Из Жилинского Он их в ресторане Маяк забыл И задолго до смерти Оттуда уехал Выходит, Клещ Только бумажник Стырил Да и не похож Он на убийцу Так Грабитель У пацанов мелочь Отобрать У женщин сережки Хотя, может И ошибаюсь Ладно В общем, поехали в ресторан Маяк С тамошнями пообщаемся Давай, давай, давай Антонина Михайловна Мы помыли До свидания До свидания Булыгин Останься Антонина Михайловна А вы сегодня такая красивая Танечка, плохо? Голова раскалывается Ну ничего Сейчас выпьем горяченького Посидим Станет лучше Два кофе, пожалуйста Потерпи немножко Антонина Добрый день Галочка, можно тебе на пару слов? Да, конечно Боря, больно Не ори, дура Ты чего сюда приперлась, а? Еще училку эту с собой взяла Я же говорил Не появляться у меня на работе Танечке, стало плохо Мы просто проходили мимо Что ты несешь, а? На коротком попадке меня держишь? Боречка, ну что ты придумаешь? Я не думаю, милый Допивайте свой кофе Или что у вас там? И проваливайте отсюда Добрый день Меня зовут Борисов Борис Я администратор этого ресторана Желаете это ведать? Могу вам предложить суп с раками Харчо, солянку Спасибо в другой раз Нам бы с вашим директором поговорить Конечно, пройдемте Я вас проведу Павел Иванович Вы идите, а я осмотрюсь Хорошо Здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, присаживайтесь Спасибо Я по поводу убийства Жилинского оленида Печально Я знал Леню лет этак 20 А зачем он вчера к вам приходил? Так не зачем Так, заехал по-дружески Кто ж знал, что последний раз видимся? А часы Жилинского кто обнаружил? Борис Борисович Администратор Он следит за такими вещами Леня их оставил в туалете На умывальнике Борис Борисович Это тот, который нас встречал? Он самый Понятно Ладно, спасибо До свидания До свидания Всего доброго Товарищ Вы что здесь делаете? Еще и в верхней одежде Мне можно А вы из милиции? Ножи очень острые С ними шутить нельзя У меня к вам будет несколько вопросов Вечер, когда Жилинский приходил в ресторан Вы ничего необычного не замечали? Замечал Так Жилинского же зарезали А наш шеф-повар Левченко На дух его не переносил Ножи стал вдруг точить Убью На куски порежу Скотина Иваныч Ты что бесишься? Ты, щенок, свой нос не суй Как знаешь Я, конечно, утверждать не буду, но Сволочь Я тебя из дерьма вытащил А ты решил меня подсидеть? Почему постороннее на кухне? Милиция Кому это вы так угрожали? Жилинскому? Да сдался он мне Надо было пар выпустить Странный способ Точить ножи и грозиться убить Не находите? Да это Это у меня сын дурак Обрюхатил соседскую девку А ему всего 17 лет Ну и что теперь делать? Вот я себе и не нахожу место Последнюю неделю Вы мне вот что скажите Где вы были с вечера до полуночи В среду 15 декабря? У соседей Отношения выясняли Угу С Жилинским были знакомы? А как же Были Мы у этого Упыря раньше работали Это в ресторане охотник? Да И кто это мы? Я и Борисыч Этот Это Жилинский, кстати Еще тот жук Интересно Воровал Страшно Я не знаю Как люди ходят в этот охотник Там же жрать нечего Ты поскольку отбивные режешь? Ты тупой? Я же сказал по 70 По калькуляции на отбивную положено 120 грамм Я и так всего 100 отрезаю Значит муки побольше Чтобы потолще казалось Левченко Не мне тебя учить Работай давай Ну и как в таких условиях работать? Никак Вот Поэтому мы и решили Объявить ему бойкот Чтоб мол Сам ушел По хорошему Это от тебя ветер веет Так увольняйся Борисов Да с какой-то стати Я на тебя И твоего стряпчего Такую недостачу повешу Сядете оба И надолго А у этого Жилинского Знаете какие связи? У него тесть Завтреста столовых и ресторанов А сват Второй секретарь Как давно это было? Два года назад Как сюда устроились? Семен Маркович нас позвал Старичок этот? Во Во человек Он скоро на пенсию уходит Собирался вместо себя Борисовича поставить Это администратор ваш? Да Спасибо Пожалуйста Счастливо Вечером возле собственного дома Убит Леонид Жилинский Директор Харьковского ресторана Охотник Его завязали ножом С длинным лезвием Орудия преступления На месте не нашли В день смерти Жилинский наведывался В ресторан Маяк Выяснилось За два года до событий Убитый со скандалом Уволил из охотника Администратора и повара Которые теперь Работали в ресторане Маяк Повар Затаил на Жилинского Обиду Подожди Значит так Ни повара Ни администратора Не отметаем А сейчас поедем В ресторан Охотник Интересно Что о нем скажут Подчиненные Давайте Только перекусить Что-то нужно Только не здесь Перекусим Здесь сосис лочное Через дорогу Поехали Угу Никто из сотрудников Жилинского Не сожалел О его кончении Артем Вы можете Такое представить Ну По показаниям Повара Его коллеги Молчали Под девизом О покойниках Или хорошо Или ничего Ну почему Вот показания Посудомойки Клавдии Лаврентьевны Угу Кстати Единственной Кого удалось Разговорить Клавдия Лаврентьевна Наш самый старый сотрудник Самый древний С самого открытия Здесь работаю Всех директоров Пережила Присаживайтесь Пожалуйста Угу Благодарю И нам В качестве Кого здесь За два дня До гибели отца Он назначил Меня своим Заместителем Мм Ясно Я попрошу вас Оставить нас Наедине Конечно Если что Зовите Спасибо Я хотел бы Поговорить О конфликте Между Жилинским Левченко И Борисовым Я помню Как они поругались Это Два года назад Так тебя ветер веет Так увольняйся Борисовым С какой-то стати И я на тебя И твоего стряпчего Такую недостачу повешу Сядите оба И надолго Ты сейчас у меня ляжешь Убьют тварь Боря Боря Оставь эту мразь Оставь Оставь Лежу Если бы Борисова Не остановили Убил бы Но это было Два года назад А сейчас Кто у вас будет директором Случайно не дочь Жилинского Инга Нет Отец хотел ее протащить На место директора Маяка Вместо Семена Марковича Его самого Так Вы Ребятушки Меня извините У меня Посуда Замочена Да-да Конечно Спасибо Павлович Не стыковочка Получается Бабушка Сказала Что Жилинский Проталкивал дочку На место директора Маяка Так Ну А Лепченко Мне совсем Другое Сказал Он скоро На пенсию Уходит Собирался Вместо себя Борисовича Поставить Это администратор Ваш Да Ну правильно Место одно А кандидатов Двое Если На место Семена Марковича Приходит Дочь Жилинского То все Чего добивался Борисов Рушится В один миг Вы думаете Борисов Убил У Жилинского Борисов Был конфликт Они были Врагами Ну да А почему Не Инну Она же Кандидат На место Директора А смысл Убив Ее Он ничего Не решит Только Обозлил бы Жилинского А тут Я так понимаю Нацелился На маяк Персонаж Такой Что Не отступился А так Борисов Убивает Двух Зайцев Правильно Устраняет Жилинского И тогда Никакая дочка Уже не Помеха Правильно В общем так Завтра Борисова Ко мне в кабинет На допрос Угу Прекращай ты Грызть эти ногти Перед людьми Неудобно Да это я так Нервная Кого ты Ты там Выглядываешь А? Я Просто В окно Смотрю На Кобеляна Этого Уставилась Борь На кого На кого Че ты мне Дуру лепишь На Юрку На соседа Нашего Это же он Тебя приходит Пока меня Дома нету Борь пожалуйста Перестань Говори Шлюша Борь нет Не надо Пожалуйста Да я сто раз Тебе говорила Нет у меня Никого Кроме тебя Ай Глаза мне Смотри Куда? Грязными руками Простите Не понял А где Борисов? Не было его В ресторане На больничном Тогда собирайся Поехали его навестим Ну я тогда не раздеваюсь? Ну конечно Меня интересует Вечер убийства Жилинского То есть О нашем с ним Конфликте Вы уже в курсе Да Хорошо В тот вечер Я был на работе А потом Мне стало плохо Я приехал домой А на чем ехали? На своей машине Или Нет Моя машина Уже две недели Как в гараже Я взял такси Спросите у ребят Возле ресторана Не всегда там стоят И во сколько Вы домой приехали? Часам к девяти Да Боря приехал Поужинал И часам к десяти Ему стало хуже Я вызвала скорую И его забрали в больницу А у вас сколько Скорая приезжала? Где-то Часам к одиннадцати К одиннадцати Я точно не помню А на следующий день Мы видели вас В ресторане Понимаете Я должен был там Находиться У нас был банкет Мы провожали Начальника Горгаза На пенсию Ты совсем Себе не жалеешь Ну я даже не знаю Как тебя оставлять Теперь одного У тебя же такое Слабое сердце Заботится обо мне Понимаете Очень мнительная Творческая натура Галочка у меня Концертмейстер Да У нас Хор педагогов Созвездия И На Новый год Нас будут показывать По местному телевидению Замечательно Ну а что касаемо Конфликта с Жилинским Да мы не были друзьями Ну не убивать Живу за это В самом деле Жилинский Продвигал свою дочь На место Директора ресторана Маяк На которой Кстати Метили именно вы Мне об этом Ничего не известно Понимаете Одно дело Слухи А другое Реальное положение Дело А у вас Какой размер обуви Наш 44 А если импортный То 45 И последний вопрос А почему вы сегодня Не в больнице Товарищи Ну сбежал я оттуда Ну кормежка там Не к черту Ну ей богу Хорошо До свидания Из больницы Борисов сбежался Скандалом Даже жалобу написал И на что он жаловался Еда ему там Не понравилась Возмущался Что свиней То лучше кормят Ну да Он же все время В ресторане питался Кстати Поговаривали Что в ресторане Маяк Очень вкусно готовили И в этом Заслуга Борисова И что он Сам что ли У плиты стоял Да Если надо То стоял И контролировал На самом деле Рестораном Руководил он Такой серый Кардинал Угу Получается Если бы на место Директора Попала дочь Жилинского И на То Борисов То Борисов Потерял бы Своё привилегированное Положение Да Я ведь буквально Весной был в маяке Цыплята Табака там Замечательные С девушкой С девушкой Коля С девушкой Ладно Вернемся к нашим баранам Значит так Я сейчас вызову Клеща И покажу ему Фотографии Борисова А ты иду В больницу И узнаю Во сколько Точно его туда Привезли Делается Галочка А подойди Ко мне пожалуйста Ты у меня сегодня Такая красивая И кстати Спасибо что с ментами Помогла Борь мне надо Собираться Уходить А то я опоздаю А куда Я же тебе говорила У нас концерт Для ветеранов Для ветеранов А я думала Это ты для меня Губы накрасила А это для ветеранов Да Ну я же должна Выглядеть хорошо Мы же со сцены Искусство несем В массы Что вы там несете Раздевайся Ты никуда не поедешь Галь Алло Марья Петровна Пойдем Свирель-дорожок Свирель-дорожок Так мы же не репетировали Ничего Галочка Справимся как-нибудь Я выезжаю До встречи Да До встречи Ладно Езжай Вот так поедешь Может еще разок Хорошо Понемногу Ты же помнишь В нашем уговоре Не переживай Я все помню Вот хорошо Пора идти Это Галя Открой Здравствуйте Привет Тоня я пошел Тонечка Тоня Тонечка Тебе плохо? Тонь Говори Что? Где таблетки? На кухне В шкафчике Сейчас Кого ты из них узнаешь? Не Не узнаю Да ты хорошо Посмотри Говорю же Начальник Не узнаю никого Выйдите его Не опознал? У тебя что? В больницу ездил? Ездил В общем Борисов поступил По скорой В кардиологию В половине Двенадцатого ночи Ну сходится Скорая за ним Приезжала В одиннадцать Так вот Когда его положили В палату И сделали укол Он тут же Попросил его накормить Сказал что Очень голоден Подождите В таком состоянии? Он же говорил Что ему больничная еда Не нравится Вот-вот И жена его Помните? Сказала что Борисов Вечером дома поужинал Так Получается что В больницу он приехал голодным А это значит Что она его прикрывала А он в это время Поехал Жилинского убивать Зараза Фактов у нас нет Думай Паша Думай Вот что Борисов говорил Что его машина Уже неделю в гараже стоит Предположим что так Значит к Жилинскому Он поехал на такси Или попутку поймал Правильно А машину в том направлении Ловить лучше отсюда Здесь и остановка И карманчик И таксисты стоят Что ж тебе Твои пальцы покоя то не дают Я поеду поговорю Может кто то видел Или подвозил Давай А я в ресторан Ну вот собственно кабинет Бориса Борисовича А где таксист Который его домой отвозил Леша Я ему все передал Должен быть Ну хорошо Я его здесь подожду Добро Я вас оставлю Дел по горло Без Бори Мне трудно справляться Хорошо Доброе утро Заходите. Ну, я такси. Здрасте. Алексей. Следователь Чугай, меня интересуют вот какие вопросы. Во сколько вы подобрали Борисова отсюда? И во сколько привезли его домой? Часов восемь. Да, восемь. Потому что полдевятого мы уже под его дом подъехали. Я же его еще до квартиры провожал. Не понял. А с чего вдруг таксиста у нас пассажиров домой провожает? Так плохо ему было. Шатало, за сердце держался. Да и не чужой человек. Я же его не первый раз подвожу. Понятно. Да, так жена же его дома была. Хорошо. Спасибо вам. Сложно. Конечно, приходите, Яков Аркадьевич. Для вас столик всегда найдется. И музыканты будут. А как же. До вечера. Всего доброго. До свидания. Получается, через вентиляционное отверстие Борисов слышал все, что происходит в кабинете директора «Маяка». Кто владеет информацией, владеет миром. А вы что думаете, Артем? Только мы с американцами друг друга прослушиваем. Уникальная операция по прослушиванию кабинета посла США в Москве стала классикой шпионажа. В феврале 1945 года пионеры Артека в знак дружбы вручили послу США необычный подарок. Сверкающий лаком герб Соединенных Штатов Америки. Изготовленный из 20 ценнейших пород дерева. И лишь в 1953 году американцы узнали, что в гербе скрыто прослушивающее устройство с уникальной конструкцией. Жучок не имел элементов питания и приводился в действие внешним источником излучения. Разработал прибор выдающийся советский радиоинженер Лев Сергеевич Терман. Да, Борисов расставил везде свои сети. Не зря вы сравнили его с пауком. Кто я? Вы что-то путаете. Ничего я не путаю, Алла Матвеевна. Я ваши намеки уже изучил. Значит, Борисов слышал разговор Жилинского с Фурманом о том, что место директора ресторана дают и не они ему. А что это вы там делаете, Павел Иванович? Потом расскажу. Что там у тебя? В общем, таксисты Борисова не узнали. Опа. Значит, пролет. Там ремонт шел, теплотрассы. Экскаватор яму копал. И что? Я понял по разговорам, они там копошатся уже несколько дней. Рабочий вспомнил, он у Борисова стрелял сигареты. Опа. И видел, как Борисов поймал попутку и поехал в направлении Павлова поля. Прямиком к Жилинскому. Угу. Ну, молодец, ореол. Значит, завтра с утра к Борисову прямиком и поедем. Есть. А сейчас погнали домой. А Боря пропал. Как пропал? Да вот так. А когда вы видели его в последний раз? Вчера утром. Вечером я с подругой в театр ходила. Он пришла домой, а Бори нет. Галина Васильевна, давайте начистоту. Я знаю, вы покрываете мужа. Вы нам соврали. В вечер убийства Жилинского ваш муж отсутствовал как минимум полтора часа. И вы это скрыли? Угу. И пойдете под суд. Как миленькая задача ложных показаний. А что мне оставалось делать? Он бил меня. А если бы я правду сказала, он бы меня вообще убил. Дальше показывать? Нет. Извините. Тот вечер он пришел. Где-то в половине одиннадцатого. Боря, привет. Боря, а что это у тебя? Боря, это что, кровь? Боря, если ты хоть кому-нибудь, хоть слово скажешь, скорую вызывай. Скажешь, у меня давление скакануло. Поняла? Как вы вообще с ним живете? Да как-то так и живу. Он не всегда такой. Иногда хорошие бывают. Когда и забьет, меня дарят дорогие подарки. Вот животное. Такое нельзя терпеть. Легко сказать. А я ведь даже на работу не могу ему позвонить, потому что я боюсь. Понятно. Как думаете, где он может быть? Я даже не знаю. А у вас есть дача? Или может гараж? Нет, дачи нет. Гараж здесь, в соседнем дворе. А ключи? Да, я поищу. Угу. Я ее прекрасно понимаю. У меня отец-мать тоже бил. Значит так, Борисова в розыск. Задумал, установи наблюдение. Нам еще второго трупа не хватало. Есть. Вечером возле собственного дома убит Леонид Жилинский, директор харьковского ресторана «Охотник». Его зарезали ножом с длинным лезвием. Орудия преступления на месте не нашли. В день смерти Жилинский наведывался в ресторан «Маяк». Выяснилось, за два года до событий убитый со скандалом уволил из «Охотника» администратора Бориса Борисова. Теперь Борис работал в ресторане «Маяк» и метил на место директора. Но, похоже, на эту должность претендовала дочь Жилинского. Подозрение в убийстве падает на Борисова. Молодой администратор исчезает из поля зрения следствия. Машина на месте. Значит, скрывается где-то недалеко. Ну, или взял билеты и уехал из города. Возможно. Мы тут осмотрим. Вы не против? Да, конечно. Делайте все, что вам нужно. Так. А, шины влажные. Значит, недавно на ней выезжал. Это что такое? Гадость какая. Паук? Ага. Настоящий? Так кто ж его знает? Павел Иванович. Ау. 18 сантиметров. Ровно. Прекрасно, Коль. Забирай на экспертизу. Ну, это что такое? Это его зубленка? Да, это Борина. В тот вечер он в ней и пришел. Это кровь? Да, это кровь. Вот все и сложилось. Это тоже на экспертизу. Есть. Экспертиза подтвердила. Ножом, найденным в гараже Борисова, был убит Леонид Петрович Жилинский. Кровь на дубленке соответствовала его группе и резусу. В общем-то, как я и думала. Осталось дело за малым. Найти Борисова. Ну, думаю, это была непростой задачей. Понятно же, что Борисов человек хладнокровный, жестокий. Но нерасчетливый. Вы знаете, Артем, на удивление, его очень быстро нашли. Что ж такое? Ну? Да что ж такое? Ну, тормози же! Тормози! Твоя же девизия. Дура! Ты что, не видишь, куда прешь? Извините, пожалуйста, у меня что-то с тормозами случилось. Гололёд нужно на трамвае ездить. Старший лейтенант Агеев. Будем оформлять. Я же вам правду говорю. Еще и с открытым багажником. Девушка. А вы, случайно, не выпили? Да я не пью. Сеперный театр. Доброе утро, Павлович. Здорово. Чай будет? Можно. Ага. Да. Да, Чугай слушает. Кто просил позвонить? Жилинская? Да, знаю такую. А что? Ага. Что-что? Да, понял. Выезжаю. Чай отменяется. Собирайся. Поехали. Давай, давай, давай. Ну, что у тебя, Альберт Николаевич? Смерть наступила в результате удушения. Больше суток прошло. Ага. И что? Он все время в багажнике и пролежал? Думаю, да. Ясно. Вы можете объяснить, что гражданин Борисов делает в вашем багажнике? Я не знаю. Я не знаю. Я впервые села за руль после смерти отца. А где все это время стояла машина? Во дворе на площадке. К сожалению, я вынужден вас задержать. Коль, забирай гражданку в отделение. Будет сделано. Инна. Инна, пройдемте. Да. Странная история. Ты, допустим, инна отомстила за смерть отца. Кровная месть? Можно? О, ты как раз кстати, Альберт Николаевич. Что там у тебя? Ну, что я вам скажу, коллеги. Прежде чем задушить вашего Борисова, его сначала отключили. В желудке обнаружена приличная доза снотворного. Это прям очень по-женски. Мужик-то он сильный, без снотворного с ним не легко справиться. Посмертные гематомы. Так что она его труп избивала? Исключено. Мое мнение, что тело куда-то перекладывали. А, ну ясно куда, в багажник. Только непонятно, зачем ей так рисковать. Зачем так долго труп в своей машине держать? А вы что, уже сомневаетесь, что это она? Ну, да, слушаю. А, Игорь Ильич, здорово. Что, что? Понял, спасибо. А вот теперь сомневаюсь. В машине Ины кто-то специально подрезал тормозной шланг. Кому выгодно смерть Борисова? Жена бы его уж точно перекрестилась. Точно. Жена Борисова. Молоток, Коля. А что, если Борисов не зря ее ревновал? Вы думаете, она это провернула с любовником? Знаю, не знаю. Значит так, Ину мы отпускаем. Возьмешь с нее подписку о невывезде. И сразу к Галине. Посмотрим на ее реакцию. Ты чего сидишь? Давай за работу. Бедный, Боже, бедный мой, Боречка. Как же я теперь без тебя? Галина Александровна, мне нужно задать вам несколько вопросов. Да, конечно. Где вы были вечер убийства? Я с Антониной, подругой, в театр ходила. Я же вам вчера все рассказала. Корешки и билеты сохранились? Думаю, да. А после театра? Домой приехала. На чем? Да на троллейбусе. Подруга Тоня потом пригласила к себе на чай. А где подруга живет? Ну, прямо под нами. Ну, я сейчас нет. Ее в больницу увезли. Понятно. Хорошо. Спасибо. Пойдем. А что с ней? У нее рак мозга. Только обнаружили? Нет, ну, мы давно ожидали обострения. И вот при таком диагнозе все случается очень быстро. Она сейчас в сознании, но я думаю, что это недолго. Поэтому, в общем, у вас пару минут. Понял. Спасибо. Добрый день. Следователь Павел Чугай. Здравствуйте. Что вы хотели? Убитый супруг вашей подруги Галины. И она утверждает, что в этот день вы вместе с ней ходили в театр. Ну, да, так и было. А после театра? После мы сели в автобус и поехали ко мне пить чай. В автобус? Вы что, Галю подозреваете, что ли? Да она мухи не обидит. Доктора позовите. Больно. Да, сейчас. Долстов, а вы домой из театра на чем ехали? На троллейбусе. Я же вам уже говорила. Нестыковочка получается. Ваша подруга утверждает, что вы на автобусе возвращались домой. Ну, она ведь могла что-то и напутать. Вы же сами видели, в каком она состоянии. Да, слушаю. Да, Чугай. Это врач Антонины. Вчера вы к нам приходили. А, да, да. Я вас слушаю. Она умерла. Я понял. Перед смертью просила передать вам письмо. Письмо? Спасибо. Ваша подруга умерла. А где письмо? Там есть фотокопия. Вот. Сейчас я вам помогу. Ну, можно. Так. Прошу не винить в смерти Борисова ББ. Никого другого, кроме меня, терять мне больше нечего. Антонина. Антонина Таран. Да. А почему же ей терять больше нечего? Я вам сейчас объясню. Дело в том, что Антонина о своем диагнозе знала. И перед смертью захотелось сделать что-то полезное в этой жизни. Вот и решила освободить подругу от мужа-садиста. Убийство? Убийство? Сомнительное доброе дело. Я ее не оправдываю. Ну? Ну что, нас можно поздравить? Чистое сердечное признание. Ага. И дело закрыто. Да бред это полный. Как она одна могла все это провернуть? Как она дотащила труп Борисова до багажника Инны? Ну вот же она написала, что для перевозки тела воспользовалась машиной Борисова. Угу. И тормозной шланг тоже она перевезла? Учительница английского? Короче, я беру санкцию и едем к ней на квартиру. Есть. Павел Иванович. Ау. Есть. Что это? Снотворное. Тут его много. А у вас как дела? Да вот считаю признание в любви Антонине Михайловне. От ученика 10 класса Булыгина. Ха. Молодой кавалер. Угу. Молодой кавалер. После шестого урока ко мне в кабинет. Может поговорить с коллегами? Может расскажут что-то о ее личной жизни? Правильно мыслишь, Коля. Но сейчас в школе делать нечего, поэтому по домам. Завтра поедем. Ой, как это все внезапно. Мы, конечно, знали, что Антонина больна, но она всегда была такой оптимисткой. Угу. А вы что-то знаете о ее личной жизни? Она с кем-то встречалась? Замуж она так и не вышла. А когда узнала о болезни, старалась отношения не заводить. Угу. Нина Ивановна, тут мама Булыгина пришла. Я сейчас подойду. А она у этого Булыгина была учителем английского? Это не ученик. Это наша головная боль. Хулиган? Представляете, две недели назад угнал машину, покатался и вернул хозяину под подъезд. Угу. Он ее повредил? Нет. Вернул в целости и сохранности. Но хозяин оказался принципиальным. Наказать требует. Ну, имеет полное право, это ведь угон. Ну, она мучается. Еще претензию предъявляет, что пропал набалдашник с этой, как ее... Коробки передач? Точно. Там еще внутри гадость какая-то была. Паук. Понял. Спасибо большое. Хозяину автомобиля показали набалдашник с пауком, который нашли в гараже у Борисова. И он подтвердил вещица его. А также на этом предмете обнаружили отпечатки пальцев, которые принадлежали Дмитрию Булыгину. А это значит, что Булыгин был в гараже у Борисова и обронил там эту штуковину. Твои отпечатки обнаружены на машине Борисова. Ты не везде стер. Так что давай, рассказывай и не виляй, как убивал Борисова. Так, это не я. Антонина же все вам в письме написала. Опа. А откуда же ты про письмо знаешь? А? Вот. Значит, был в курсе всего этого. Блин, был. Только я этого Борисова не убивал. Просто труп перетаскивал. Когда я пришел в гараж, Борисов был уже мертв. Ты почему так долго? Тоня, я же осторожно, чтобы никто не заметил. Ну давай, клади его в багажник. А потом я сел за руль машины Борисова и поехал куда сказать. Сказала Тоня. К машине Инны Жилинской. Не знаю. Голубой москвич. Забросил тело Борисовой в багажник. А зачем ты тормоза перерезал? Расчет был, что она не справится с управлением. Приедет милиция и обнаружит труп. Ха. Тут ты не прогадал. А зачем ты на это все пошел? Тебя что, заплатили? Можно сказать и так. За это Тоня... В общем, я ее любил очень сильно, и она согласилась. А это больше, чем деньги. Романтик хренов. Дмитрий Абулыгин. Суд приговорил к семи годам лишения свободы за соучастие в убийстве Бориса Борисова. А вот Галину к ответственности привлечь не удалось. Прямых доказательств соучастия в убийстве обвинения не было. Через год Галина выбросилась из окна. Она оставила записку, что это она виновата в смерти мужа, хоть и убила его не своими руками. А вы заметили, что это был за паук? Случайно не черная вдова? Артем, вам повсюду пауки мерещатся. А почему именно черная вдова? Ну как почему? Самка черной вдовы съедает самца. Борисова тоже своего мужа отправила на гибель. По-моему, вам на сегодня хватит. Идите домой. И не делайте никаких обобщающих выводов. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok